Друзья, всем огромный привет! Сегодня поработаем с остатками пенопласта. У меня остались вот такие вот обломки, с ними сегодня и поработаем. Так что вам всем приятного просмотра! Поехали! Делаем однородную массу, чтобы была однородная. Тут видно, что еще растворитель есть, еще можно добавлять. Я думаю, как раз идет вся эта куча. У нас с вами получилась вот такая вот однородная субстанция. Прям как пластик. Получился отличнейший клей. Его можно использовать по нескольким назначениям. Сейчас мы просто ради эксперимента попробуем с вами склеить две полоски МДФа. Два куска фанеры. МДФ прям возьмем вот так вот. И оставлю это сохнуть. Ну и так же наносим на саму фанерку. Даже, может, наверное, густоватый сделал. Ну и вот так вот склеим между собой две фанеры. Бывают случаи, когда мимо брешетки попали, осталась дырка. И саморез там держаться не будет. И будет отверстие, будет течь на кровле. Что для этого нам нужно? Берем от самореза прокладочку вот такую, прорезиненную. И берем заклепку. Вот так это все вставляем. Все, как видим, у нас дырочка зажалась. Течь здесь не будет. Это хорошо, это решается легко. А если какая-нибудь такая, вот кто-то чем-то промазал, ударил, есть отверстие. Как его заклеить, чтобы было без протечек? Как раз-таки для этого нам пригодится наш сегодняшний раствор. Одеваем перчатки. Это место немножко зачищаем. И обязательно обезжириваем. Берем наш раствор, кисточку. Ну, у меня такая большая. При помощи кисти хорошенечко наносим. Первый слой. Берем самый обыкновенный бинт. Бинт у нас будет просто в качестве армировки. Можно сделать несколько слоев. Можно оставить один слой. Сейчас-то оставим высыхать. И посмотрим через 24 часа. Попробовал еще сделать один раствор. Но сделал только уже ацетон. И немножко погуще. Также разбавился ацетоном. И теперь попробуем просто так же отверстие наше заклеим. И оставим так же сохнуть. И завтра уже посмотрим. Друзья, прошло, наверное, чуть меньше 12 часов. Не стал я держать 24 часа. Давайте попробуем, как же наш клей склеился. Ну, смотрите. Клей действительно хорошо. Бумага. Что же касается фанеры. Но фанеру вообще нифига не разорвешь. Также попробовал нанести просто на кусочек фанеры сам состав. Попробовал покрылся такой вот пленкой. Который не боится ни влаги, ничего. То есть он даже вот так вот можно пшикнуть чем-нибудь. Будет все скатываться. И устойчиво такой. Касаемо наше металло. Тоже все застыло. Тоже застыло все. Мне вот этот вариант больше понравился. Его можно сделать аккуратнее. Конечно, это лякость-то слишком. Можно взять краску. И вот так вот оставить. То есть, ну, практически. Ну, можно, конечно, и подзачистить. Это я только, то есть, как вариант. Вот так вот. Как видите, никакой протечки нет. Точки были большущие. Но протечек нет и не будет. То есть средство прям эффективное. Поработаем с разными растворителями, ацетоном, ксилолом. И в итоге покрасим стол. Так что поехали. Для начала сделаем с вами небольшой эксперимент. Что же все-таки растворяет кенопласт? А что нет? У меня есть такой вот ацетон технический. Ацетон обычный. Ксилол. Растворитель 646. Наберем немножечко в первую тару ксилола. Прям чуть-чуть, по чуть-чуть. Растворитель. Ацетон. И ацетон технический. Начнем ксилола, пожалуй. Начнем маленькими прям кусочками. Реакция есть. Все плавит. Прям по маленькому кусочку сейчас. Растворитель. Реакция побольше и быстрее тает. Ацетон. Еще быстрее. И ацетон технический. Как видите, в нем реакции вообще никакой нет. К сожалению, он вообще не плавится. Не распадается на атомы. Многие писали, почему я в ацетоне пытаюсь расплавить, растворить пенопласт. И он не растапливается. Как видите, это бывает подделка какой-то технический. Непонятно для чего он сделан. На нем написано, что добавляется только околокрасочным материалом. Обычно же ацетон у нас для разбавления нитролаков, микрокрасок, нитроэмалий. То есть тоже для разбавления красок. Но, как видите, разница есть. Этот ацетон убираем в сторонку. Как видим, он нам бесполезен. Сделаем вот так вот три наших пациента. Сделал я примерно три одинаковых вот таких вот прямоугольников. И попробуем, какой из них быстрее будет плавиться. И на раз-два-три опускаем. И посмотрим, кто быстрее все-таки плавит. Первым справился ацетон. Ну и, как видим, второй был растворитель. И на последнем месте у нас ксилол. А, как видим, здесь получается у нас белый осадок. Здесь практически осадка нету. Никакого, только небольшая пена. Ну и также ксилоле, тоже небольшая пенка, тоже осадка никакого нет. Я хочу сказать, что для ацетонии это хорошо делать, если делать какой-нибудь клей. То есть его можно стой-густой сделать. По вязкости вот такая. Это, я думаю, будет хороший клей. Но мы его попозже попробуем нанести на пористое покрытие. Также сейчас сделаю однородную субстанцию с растворителем. Посмотрю, что с ним будет. Именно с 646. Хуже и хуже растворяется. На такой стадии его и оставим. Такая вот однородная масса получилась. Ну, жидкая. Взял кусок пеноблока и разметил. Сейчас нанесем сначала ацетон. Раз и палочкой прям нанесем. Толстым слоем. А завтра мы попробуем его оставим сохнуть. Попробуем поковырять, полить водой. И посмотрим, что из себя эта субстанция представляет. Как она отковыривается, как она будет держаться. Ну, я так вот, я думаю, достаточно. А с этой стороны растворителем. 646-м польем. Ксилол будем использовать в другом месте. Ксилол будем использовать с деревом и с красителем. И оставим это теперь сохнуть до завтрашнего дня. А завтра уже посмотрим. Для ксилола я приготовил немножечко побольше тару. Ну и также плавим наш пенопласт. Первый, конечно, он очень хорошо. Видите, как прям разъедает первые куски. Прям фокусы. Ну, а дальше уже хуже начинает распадаться. Но мы добьем его пока до нашей нужной консистенции. Такая она уже стала непрозрачная жидкость. Больше добавлять не буду. Мне, думаю, этого достаточно. Сейчас возьму красить универсальный колер. И накапаем немножко туда его. Такая жидкость у нас получилась. Есть у меня вот такой стол. Он старый. Уже давным-давно он весь был черный. Его использовали строители. Но я решил его обновить. Попробую нанести наш на состав. И посмотрим, что получится из этого. Наносится очень хорошо. Кистью, по крайней мере. Как видите, я прям жирно-жирно лью, чтобы пропитались все поры и все трещины. Весь стол мы покрыли. Оставляем перетасохнуть. Было очень интересно покрыть ОСБ брусчатку. Сейчас просто нанесем и посмотрим. Оставим так же высохнуть. И завтра уже посмотрим. Предварительно ничего не грунтовал. Не очищал ни от пыли, ни от чего. Как видите, даже песок есть. Я думаю, будет всем интересно, в том числе и мне, что будет с металлом. Нанесем тоже наш раствор на металл. Покроем полностью. Он не очищенный, не обезжиренный. Просто вот как есть. Все, оставим сохнуть. Друзья, как видите, стол высох. Высох он еще вчера. Можно было не ждать. Прошло, наверное, больше 15 часов. Но высох он вчера буквально за часа за три. Был уже сухой. Ну, наверное, потому что стоял на солнце. Такая шероховатая, правда, получилась поверхность. Немножко, потому что я пытался второй слой нанести. И немножко получились задиры такие. Для чего я его сделал? Чтобы он у меня стоял на улице. И просто был как верстак. Вот посмотрите, что происходит с водой. Вода, как видите, скатывается. То есть, вот. Видно, да? Вода вон сразу скатывается. И уходит. То есть, стол защищен теперь от влаги. То есть, для дерева защита, пропитка очень хорошая. Вода стоит, но она не впитывается в древесину. Она просто скатывается. Главное, что теперь заносы не загонят. Потому что все-таки это склеенные части. И они плохо вышлифовываются. Потому что волокна в разные стороны наполнены. Вот даже можно было бы занести занозы. Они получаются в нашем лаке. В принципе, стол выглядит солидно. Я не знаю, можно ли это использовать как для пищевого. То есть, резать на нем что-то пищевое. Я думаю, что вряд ли. Но как защита для уличного стола, для уличного покрытия. Для верстака самое то. Вынес на улицу все испытуемые. Здесь у нас был растворитель. Пленка такая прозрачная, плотная. И ацетон. Ацетон более матовый. Попробуем, как они себя ведут с водой. Ну, я думаю, что водоталкивающие свойства 100% есть. Ну, как видим. Все. Водичка слилась. Здесь, где мне было пропитано, конечно, впитывается. Здесь нет. Что же у нас по прочности? Слушайте, смотрите, прям. Ну, надо хорошую силу, чтобы до блока доковыряться. Ну, то есть, конечно, это не защита какая-то прям. Но до блока трудно. Вот, растворители. Что же с ацетоном? А, ну, ацетон хуже. Видите? Вместе отшелупливается, вместе с пеноблоком. То есть, на ацетоне на пористых поверхностях хуже себя ведет. Отшелушивает. А вот растворитель, как видите, очень хорошо себя показал. Следующий блок я также покрасил нашей краской, которая была сделана. Давайте попробуем прямо на столе. Как видите, тоже все. Ничего не впитывается. Блок совершенно сухой. Бордюрный камень также был покрытый. Я думаю, также можно смело лить воду на него. Да, и вон тоже вода уходит. И ничего впитываться не будет. То есть, как защитное водоотталкивающее свойство имеет место быть. Но самое интересное, USB. Я делаю прямо на столе, потому что не боюсь, что он теперь промокнет. Вытру и все. То есть, и USB. Хотя он влагостойкий так. Но видно, что вода тоже скатывается. Ну и посмотрим, что же у нас с металлом. Металл покрытый. Слушайте, ну, конечно, корябается, но... Ну так, как защитное, можно использовать как защиту. То есть, немножко корябки, конечно, есть. Ну, теперь смотрите, как можно. Просто взял водичку. Слил. Все скатилось. Сейчас вода не впитывается. Тряпочкой протер. И стол, можно сказать, практически сухой. И ничего в себя не впитал, никакую влагу. Друзья, мне в очередной раз понадобился икры. И поработаем сегодня опять с пенопластом. Друзья, ну а как вы думаете, поместится вот эта кучка? Вот в половину стаканчика с ацетоном. Пишите сразу мнение. И посмотрим с вами, кто из вас был прав. Ну, а я буду показывать. Поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры добавил DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok 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 Пока-пока.